Всем привет! Давненько мы просто не выходили на улицы города и не общались со случайными прохожими. Это лето, это проект ОКГУРЕВСК. Поехали! Как зовут? Влад. Арсен. Как проводите лето? Отлично. Покемоны ходим. Где больше всего покемонов у нас водится? Где церковь и парк. В Гуревске вообще в церковь ходят, чтобы покемонов поймать? Да. Покемонов. Будете писать сочинения, как провели лето? Что напишете там? Гуляли по городу. Провели покемонов. Как думаете, что вам за это поставят? Пять покемонов. Лето, как проводите? Отлично. На самом деле отлично. Вообще офигенно. Туристы просто, знаете, да, приезжают часто в нашу область. Вот в Гуревске куда посоветуете в первую очередь им сходить? Естественно, в Туэнсен-Лепах, потому что, ну, это основное место обитания всех людей здесь. А в Гуревский герб видели хоть раз? Как относитесь к тому, что хотят убрать косулю с копьем оттуда? Какая косуля у нас? Курочки. Как часто ловишь курочек здесь? Две-три дня в день. Ты пикап-мастер такой, да, Гуревский? Так, кто же еще? Где тут самый центр такой, где тусят молодежь, где курочек можно поймать? Я говорю, все в парке. У нас здесь одно место, так сказать. Ну и можно на дамбу сходить. Вводишь курочек туда, да, на дамбу? Не, я вожу все домой. Че медлить-то? Как родители относятся к этому? Да вообще прекрасно. Прекрасно. Ты им тоже, да, приводишь? Да. Отцу же надо что-то? Как вас зовут? Я работаю, Миша меня зовут. Согласны с тем, что в Гуревске живут самые образованные культурные люди? Да-да-да, нормально. Давайте просто на камеру это подтвердим. Как зовут человека, который утопил Муму? Как он? Не знаю. Не знаете, да. Любое произведение Пушкина хотя бы назовите. Любое. Одно произведение Пушкина. Это вообще не помню. Не могу сказать, не помню. Но в Гуревске живут образованные люди. Да-да-да. В Гуревске объявился маньяк. Не слышали? Это серьезная информация. Просто у нас есть фотография, может быть, вы просто его узнаете? Да вроде не замечал такого. По парку, то есть он точно не ходил, да? Может, вечером выходит? Вроде не видел. В Гуревске на улицах вообще не встречали? Не видел, встречал такого. Но если увидите, вдруг вы узнаете. Да-да, обязательно-обязательно. Где в Гуревске можно отдохнуть летом? Нигде. Как вы считаете, в Гуревском городском округе живут образованные люди, культурные? Да. Нет. Давайте просто назовем геометрическую фигуру, у которой все углы прямые. Что? Не поняла, если честно вопрос. Любую геометрическую фигуру назови, у которой все углы прямые. Квадрат. Еще какую знаешь? Треугольник. У треугольника все углы прямые, да? Ну, да. Как зовут человека, который утопил Муму? Вот. Я не знаю. А что по литературе у вас было? Четыре. Четыре. Ну, в принципе, да, понятно. Может быть, слышали, в Гуревском округе, ну, конкретно в Гуревске объявился маньяк. Не видели здесь такого? Может, Высакова? Нет. Нет. Не знаю, вроде был. Был такой, да, вроде здесь? Ну, то есть мы гуляем всегда. Вроде видели мы такого. Как Вас зовут? Ай-яй-яй-яй-яй. Надин Николай Александрович. Во, очень приятно. Как проводите лето? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Отдохнуть где можно? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Моей мечты в этот вечер не со мной отталайте. Ну, начинается. Здрасте. Здрасте. Как Вас зовут? Анастасия. Гуревск является центром культуры и моды? Как считаешь? Ну, сейчас да. Как твой стиль называется? Мой? Да. Ну, я рокерша. Я панк. Панк? Я своеобразный современный панк. То есть не тот, который бухает по дворам, упирает наркотики и ходит непонятно в чем. Я аккуратно одета, своеобразным стилем. Девочка моей мечты! А как вообще люди относятся? Вот они, когда проходят мимо, обращают на тебя внимание? Кто-то смотрит, типа, нет. Детишки наоборот, вау, девочка какая с волосиками. То есть у нас люди разделяются на те, которые пальцами только умеют показывать. Какие пальцы часто показывают тебе? Пальцы? Разные. Иногда могут просто подойти, такие, девушка, а почему вы так оделись, а почему вы такая? Ты говоришь, мам, ну хватит. Да, 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 да. Наверняка знаешь, в честь кого он назван, Гуревск. Я, конечно, не глупая дама, но прям... Ну, в честь Гурева, получается, что-то там с этим связано. Нет, правильно, Гурев его зовут. Очень известный человек. Какой-нибудь фильм его смотрела? Нет, фильм не смотрела. Может быть, и смотрела, но не знаю, что это его фильм, возможно. В Гуревске такая хорошая природа, что если устал, можно просто отдохнуть, присесть и лечь на траву. Как в Гуревске лето проводите? Целый день на работе. Может, ну, я эту работу, будь отдыхать, кутить. Ага, ага. А бабки у администрации брать. В Гуревске, может, слышали, появился маньяк? Нет. Не видели в Гуревске? Ну, если вдруг увидите, в принципе, узнаете, запомнили черты лица. Ну, конечно, узнаю. Память фотографическая. Как дела? Отлично. А как с работы? Где работаешь? Прямо здесь, в парке. Помогаю по парку, чисто убрать где-нибудь, поднести, что-нибудь помочь. В принципе, перспективная работа. Да. Где находится печень у человека? Должен знать. На себе. Здесь. Точно? Здесь, значит, право. Еще, давай еще раз подумаем. Ну, как, либо здесь, либо здесь. Я знаю, что внизу точно. Что у тебя по биологии было? Пять. Ты станешь главой Гуревска. Твои действия. Первое, что поменяешь в городе? Надо бы избавиться от коррупции. И поэтому ты уйдешь сразу? Думаю, да. Я жил в районе Гуревском. А где ты жил до этого? В Некрасово. Как, вот, в Некрасово лучше, чем в Гуревске? Ну, я оттуда переехал, и как раз-то начались, как бы, ну, не то, что это три формы, просто изменился сам поселок, то есть, там, дороги сделали. А может, ты уедешь из Гуревска? Ну, у нас здесь дороги сделают. Ну, я планирую. Как проводишь лето? Шикарно, на самом деле. Где работаю, где отдыхаю местами. Пофантазируем. Ты глава Гуревска. Что первое сделаешь сразу? Бар в Гуревске открою. Пивной. Пивной хороший бар, да. Как назовешь бар в Гуревске? Мария, да. В честь? В честь? В честь Марии. Любишь креативить? Да. Очень нравится, да. Все, все. Завернули. Ты только из бара, да, в Марии сейчас? Нет. Привет. Привет, как тебя зовут? Константин. Давно работаешь на этом месте? Ну, только сегодня первый день. Народу мало, никто не подходит. Ребят, ребят, привет, подходите, пожалуйста, сим-карта, очень классно. Ну, подходи, подходи, не стесняйся. Подходи, подходи, посмотри просто. Вот у человека первый день рабочий сегодня. Первый раз работает. Вот, пожалуйста, клиент тебя нашел. Спроси у него, что он продает. Что вы продаете? Сим-карта. А сколько стоит, спасибо. Сумма, меня интересует. Сумма сим-карт все зависит от тарифного плана. В наши компании входят линейки тарифов черные. 90 рублей абонентская плата, 500 мегабайт интернета, плюс идет 200 минут. Во всех операциях. Как, заинтересовало? Да, есть такое. Все, будете брать, да? Возможно. Ну, парня, сразу видно, что есть некий талант к этому. Заинтересованную людей. Все, собственно, деньги ждем от вас. Да, хорошо. Все, придете, да? Приводите остальных. Все, видишь, пошла работа, ты говоришь нет. Это был проект ОК Гуревск. Увидимся в следующем выпуске. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.